Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Емили, и сегодня я снимаю для вас влог. Постараюсь его сделать длинным, хотя не знаю, получится или нет. В общем, сегодня я должна была встать в 6. Поставила будильник, даже 3 будильника, и так получилось, что я не встала. В последнее время у меня иногда такое бывает. Я стараюсь вставать раньше, чтобы больше всего успеть, но, к сожалению, не получается. В общем, сейчас я иду на почту, мне надо забрать кисти. Наконец-то они пришли. Это не с Алиэкспресс. Это с Инстаграм-магазина. Если мне понравится качество кистей, то я вам обязательно оставлю ссылочку внизу. Я сейчас очень спешу, потому что время уже 12, а в час у них там обед. Мне нужно дойти до часу, и потом мне еще надо заглянуть в банк, потому что нужно платить налоги. Волосы, ребят, я сушить не буду, потому что неохота. Я это делаю очень редко, прям в крайних случаях. У меня, можно сказать, они полувлажные, но я думаю, что это не сильно бросается в глаза. Выходить из дома мне уже нужно, потому что если еще 5 минут, 10 минут я посижу дома, то я не успею. Как раз попаду на обед, и потом целый час мне сидеть ждать, пока этот обед закончится. Я спускаюсь, взяла с собой масочку и целый час искала свой паспорт. Вот когда надо, его невозможно найти. Когда не надо, он везде. Я просто не знаю, куда его положить. Закон подлости у меня всегда работает. Я уже получила посылку, уже открыла без вас, сняла для вас в инстасторис, но есть люди, которые не подписаны на мой инстаграм, поэтому решила показать здесь тоже. Вот такая вот повязочка, очень мягенькая, очень приятная на ощупь. Я давно хотела себе такую, вот заказала. Дальше у нас здесь кисти от Зоева. Вообще косметичка очень хорошего качества. Одной рукой прям неудобно открывать. Смотри, вот такой вот материал, смотрится очень дорого. Круто, я довольна, в общем. И здесь кисти. Супер. Здесь есть и синтетический ворс, и натуральный. В общем, на все случаи жизни. Мне уже в комментариях девчонки писали, что Айка, когда у тебя будут новые кисти, сколько можно пользоваться старыми? Мне очень нравится и ручка, и вообще, как они сделаны. Очень хорошо набитые. Вот. Мягкие. Дальше у нас здесь скрабы для лица от Edit House. Три штуки. Будем также тестировать о своих впечатлениях. Я вам буду в инстаграме говорить, рассказывать. И тушь от Cabaret. Ой, тушь от Vivienne Sabo Cabaret. Да. Тоже никогда не пробовала. Говорят, что это лучшая тушь от Vivienne Sabo. Все блогеры хвалят. А я такой человек, если блогер хвалит, все, надо брать. Айку уже не остановить. Вот. Покупала я здесь. Agley Beauty. Я вам ссылочку оставлю внизу. Вы можете перейти, заказать тоже. Тоже ознакомиться с ценами и все дела. И еще вот такой вот карандаш для губ я пока что не распечатывала. Кисти я буду хранить вот в таком органайзере. Изначально я его покупала для палеток теней. Но, если честно, это не очень удобно. В том плане, что органайзер узкий. И многие палетки даже не помещаются сюда. Надо бы вот это отклеить и разместить те кисти, которые я прям каждый день не буду использовать. Ну все, ребята, готово. Наклеечку отклеить не удалось. И сюда, что я буду класть, тоже я пока что не придумала. Но вытерла. Все чистенько, аккуратненько положу на полку. А на полке дела обстоят вот так вот. Сейчас буду вытирать пыль и аккуратненько все это размещать. Потому что это не дело. Вытирать я буду все это влажными салфетками. И что я хотела вам сказать. Когда мы заканчивали школу, все нам говорили, нужно делать винетку. Это же на память. Нужно заплатить любые деньги, чтобы была крутая винетка. И честно, она просто занимает место. И когда в универе мы уже делали винетку, я сказала ребятам, что мне она не нужна. И если честно, это немножко обидело людей. Что неужели ты не хочешь фотографии с нами? Сейчас фотографии в электронном виде. И смысла делать такую винетку я даже не вижу, если честно. И вот это вот со школьных времен винетка просто оттуда сюда, отсюда туда, вся в пыли. И на мой взгляд, как бы, нету необходимости прям вот настолько растрачиваться и делать самую крутую винетку. Может быть, у вас отношения с одноклассниками гораздо лучше, чем у меня. Возможно. Но мне, как бы, можно было и не делать вообще эту винетку. И на некоторых фотографиях вообще нету меня. Представляете? В тот день я себя очень плохо чувствовала. И так получилось, что меня там нету. И я сказала фотографу, что я себя плохо чувствую. Я уже пойду домой. Учтите, пожалуйста. И в моей винетке, чтобы были фотографии, где есть я. Он сказал, да не парюсь. И я все организую. И что? Очень много фотографий, где меня нету. Где есть мои одноклассники, с которыми я вообще не общаюсь. Общаться не собираюсь. Вот. Ни капли не скучаю. Наша класснуха, в которой тоже у меня как-то особо любви нету. Вот. Поэтому, если вы думаете над тем, делать винетку или нет, то, скорее всего, не надо делать, если вы думаете. Вот. Если вам она действительно нужна, то вы думать не будете. И в универе, когда начали скидываться чуть ли не по пять тысяч на эти винетки, я сказала, ребят, стоп, я делать не буду. Мне оно не надо. Достаточно было того, что столько лет я вижу ваши лица. Все. С меня хватит. До свидули. В общем, вот что у нас получилось. Здесь у меня парфюм. Я сюда положила кисти. Крема для рук. Здесь моя святая святых. Моя кнопочка от ютуба. И два медведя охраняют эту кнопочку. Дальше у нас здесь уход. И немного декоративки. Но в основном декоративка у меня лежит в комоде. Вот такой вот порядочек. Сейчас уже следующий день. Вчера что-то ничего снимать не хотелось. Было какое-то странное состояние. Хочется умереть. И все. А сейчас я встала. Сделала себе мейк. Встала плечом рано. В 7 часов смонтировала видео. Суши и выложила. А сейчас иду делать себе завтрак. Со вчерашнего дня у меня остались 5 штук роллов. Здесь у нас рафаэлки, шоколад, чай и соевый соус. Но для начала нужно вытереть стол. Потому что стол у меня находится на балконе. А он вечно в пыли из-за этого ветра. Вот так вот выглядит мой завтрак сейчас. Поставлю какое-то видео с ютубчика. Какой-то мукбанг. И буду завтракать на свежем воздухе на балконе. Я на улице. Когда никого нет рядом со мной. И я в помещении маску я не ношу. Ходила по своим делам. Вопросы с налогами и так далее. Закончила. Сейчас хочу пройтись по магазинам. И подумать что же можно снять для мукбанга. Магазины естественно все закрыты. Но зато везде наклейка доставка. Есть доставка. Хотите мы вам доставим. Вот наш инстаграм. Вот теперь люди понимают насколько было правильно раскручивать инстаграм страницы. всех этих магазинов. Потому что у кого много зрителей. Много подписчиков. Они продают получается. А у кого нету. Все остались где-то на дне. Самое главное что я решила вопросы с документами. Потому что их нужно решить до 20-го числа. А я люблю все делать заранее. Такой крутой стакан. Два монота. Если бы не было написано Кока-Кола было бы отлично. Зашла в продуктовый магазин. Это единственное место которое работает. Как я поняла. Везде все закрыто. И так неудобно с маской. Жарко. Очень жарко. Еще она такая плотная. Три слоя. Уже какой же йогурт взять. Выбор огромный. Скидка на этот. Возьмем этот. Смотрите какое ведрышко Олеон. Здесь вообще много таких ведер. С мороженым. Классные ребята. Я купила мороженое. Купила вот такие вот круассанчики. Одну бабушке, другой маме. Я есть не буду. Обещаю. Дальше у нас здесь йогурт. Был на скидке. Дальше конечно же оливки. На которые я тоже недавно подсела. И вот зачем я шла. В общем магазин огромные сардельки. Их сварю будет еще больше. Я сейчас буду снимать для вас мукбанг. У меня ужасные новости. У меня вот здесь вышла опять сыпь. Уже наверное где-то 2 месяца. Я радовалась, что слава богу уже сыпи нет. И не знаю с чем это связано. И именно вот здесь вот. Как это меня бесит. Но на помощь мне сегодня вечером придет зенит. Вот. Сейчас я буду снимать для вас мукбанг. И еще что я вам хотела рассказать. Я поняла, что так дальше продолжаться не может. Либо надо покупать новый компьютер. Либо нужно купить новую программу для монтажа. Я решила не жмотить денежки. И купить себе новую программу монтажа. Чуть позже я вам ее покажу. Она на скидке стоила 2000. Что делает 50 наших монат. Она очень быстро сохраняет видео в хорошем качестве на компьютер. Считайте 15-20 минут. Поэтому даже нету смысла покупать новый ноутбук. Зачем тратить на это деньги. И я думаю, что если покупать, уж покупать дорогой, покупать хороший. Поэтому пока что я думаю, я могу обойтись и этой программе. Ребят, немножко отсвечивает. Называется программа Movavi. Movavi, да. Вот здесь, значит, есть все необходимые инструменты. Если вам особо, знаете, такие мультики делать не нужно. То спокойно можно обойтись этой программой. Все функции, которые мне нужны, есть здесь. И плюс еще эта программа для монтажа очень быстро сохраняет видео на компьютер. Моя прошлая сохраняла 2 часа. А это буквально 30-40 минут в зависимости от качества, которое вы выбираете. В общем, идеально задумайтесь, если вы хотите прикупить. И не реклама, не чуть. Я сама отдала свои кровно заработанные потом денежки и купила эту программу. Вот. На этом, в общем, все. Будем закругляться. Всем желаю удачного дня. Всем пока.